Юго, всем привет, с вами юнот, с вами Макс Пэйна, и мы продолжаем мстить, или чем мы тут вообще занимаемся, я даже не знаю, не знаю как, как неожиданно. Как охарактеризовать то, что здесь происходит? О, круто от первого лица. Это, кажется, я упаду в начало, да, куда-то? Ну, меня бьют сверху, предполагаю, что значит идти туда. Получил. Кто нас здесь ждет? Ну кто, кто, кто? Никто. Даже как-то обидно, здесь, по идее, съехать можно. Мне кажется странным, что у них такие проходы. Туда, что ли? Старые игры умели выдумывать пути. Я когда-нибудь дойду поиграем в Гарри Поттера, потому что мы офигеем от происходящего. Тоже от графики, от сюжета. Я помню тот новогодний день, когда я играл в Гарри Поттера. Давай! Блин, а птички-то кончаются. Плохо дело. На, надо будет играть. Очень осторожно. А это куда? Нормально так. Это куда-то вниз. О, а это к аптечкам. Эй, эй. Эй. Некрасиво. Друзья, как бы красиво и как бы некрасиво. Нормально. Не люблю гостей сзади, а то придут раньше времени. И нафига мне это надо? Патроны к УЗИшке. УЗИшку я оставляю на боссах и, короче, всякую лажу. Где надо будет пострелять, побегать, где будет толпа. Где с дробашом я не разберусь. И здесь всю игру можно пройти либо с пистолетами, либо с дробашом. В принципе, как Хитмана. Либо с пистолетами, либо как-то изощренно убивать. Есть хоть один кто-нибудь здесь, кто не... Кто безоружен. Так, и что мне делать? Ага. Блин, это не очевидно, что нажимать-то. Ага. А-а-а. то есть можно либо вниз непонятно зачем либо вверх тоже никогда нечего а кому общем мщу давай не тот как-то так должно быть а и КАШ! Лучше знать. То есть еще они говорят, что типа тут навернуться можно, а сейчас это классно. А, вот он где навернулся. Кто корректировал ваше здание? Сейчас не понимаю. За кулисами оказался рабочий камень от люпина. Горячий воздух стоял невидимой стеной, а здесь похвал ладаном и чем-то еще. Нездоровый сладкий запах, от которого тянет рвать. Это была прогнившая сердцевина большого яблока. Это была гнивая сердцевина большого яблока. Лупина кроется где-то впереди, как паук в середине своей паутины. От воздуха у меня уже кружилась голова. Клочки разуронного письма были разбросаны на диване. Что происходит? Что происходит? Поискование тут странное. Клочья, на которых были видны кровавые отпечатки пальцев. И задумывался над тем, что один из моих парней играет неполной колодой карт. Приспосабливайся, Джек, мы ведем бизнес по-своему. Мне бы не хотелось отсылать к тебе тройку ребят, чтобы они поговорили с тобой. Тройкой оказался прославленный головорез Дона. А ты чего валяешься? Записки Лупина валялись на столе. Джек Лупина был сумасшедшим. На столе были разбросаны записи о безумных тайнах, написанная в порыве гнева о какой-то список демонов бесового, оставших богов тьмы. Крош предназначен всем вам. Наверное, он насчитался Фауст, а твоя душа ради силы и удачи. Просто знак. Кульктерная линия, нарисованная твоей кровью. Блокнот Лупина лежал на пьедестале. Так, господи. Джек Лупина был сумасшедшим. Да поглотят загадочные волки и луну, и солнце. Лупина сам волк. Я мистер Зверь. Огромный, злой, кровожадный волк. Я человек, с которым придет конец света. Я принесу на землю плоть падших ангелов. После наступления 2000 года миру придет конец. Но разве стоило говорить это мне, задумчивому неудачнику, мстителю, который в одиночку противостоит целой империи зла, которого справедливость застанет только в могиле. Все субъективно, есть только личный апокалипсис. Такие вещи живут шаблонами, пока они не происходят с тобой. Так ладно, двигаем дальше. Плоть павших ангелов, придите все. Я поделюсь с вами секретами, что живут под кожей реальности. Я видел их, это гниющая плоть. Ты уверен? Апа, ловушка. Я волк, я волк. Ты псих. Очень близко. Уже наступило. Вы свидетели конца времен. Сейчас я восстану из смертных. Мне не... Не нужны слова. Я выше всех слов. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа не понял и ай не нужны слова я выше всех слов откуда вес носят не нужны слова я выше всех слов где бьет такой метки до да господи как улазить слова я выше всех слов и нужны слова я выше всех слов прыгай да какого Я ж ныкаюсь. Вставай. Так, эти есть? Вставай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да, и все мои заслуги размажутся по стенам. Джек не мог подставить тебя, он был не в том состоянии. Мы ищем одну и ту же сволочь. Анжела Панчинелло убил твоего друга и свалил все на тебя. Ты в этом уверена? У меня свои источники. Я не оставляю догадок, я их расстреливаю. Кто заключил контракт с главной мразью? Он мой, ненавижу гадов, что бьют своих жен. Почему бы нам не поберечь пули? Я думал, ты никогда не скажешь. Даже палец стал чесаться. Надо смочить его виски. Не против, если не бросишь мне крысу в стакан? Ты просто ангел, Макс. Виски был отменный, словно мед растекался в глотке. Ты не обижайся. Лучше отдохнешь. Тебе не помешает. Кошмар всегда повторялся. Злобные очертания мечутся во тьме. Старая и безобразная. Безумный смех убийцы, словно загадка. Злобно влетал в одно. Где ты кричал, ребёнок? О, вот это я помню. Так, оружия у меня нету. Сейчас я буду ещё последуюсь крови бегать. Прикольно. Бегайся, он прыгает. Макс, прошу тебя, Макс. Почему? Я... Я не хотела. Прости меня. Куда бежать мне, скажи? Лево, право? Мне кажется, я бегаю по кругу. Макс! Пошли прямо. Странно, у неё, конечно, сны. Так, дом. А ты знаешь, что мы нашли тебя, когда ты храпел рядом с трупом люпина? И это всё? На картинке было старое доброе время. Неожиданно. Ого. О, склет из крови. И мимо нельзя. Мимо пойдёшь, умрёшь. Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсболл, мой любимый герой. Никогда я это по мелочи играл, я не мог понять, что ещё происходит. Сокращалки странные. Всё-таки туда надо было прыгать. То есть, если я иду правильно, крик становится громче. Куда надо-то? Нет, нет! Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсболл, мой любимый герой. Да! Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсболл, мой любимый герой. Блин, господи. Я всегда обожал смотреть мультфильмы. Я радую тебя. Капитан Бейсболл, мой любимый герой. Очень осторожно бегать надо. Так, давайте тут сохранюсь, потому что фиг знает, что делать дальше. В плане фиг-то знает, а я не знаю. Да, добежал. Тап. Да, такие хардкорные раньше были игры. Одна ошибка, никто тебя ни в чём не прощает. Тап. Я бежал же прямо, нет? Психологу сходить с такими с нами, если честно, слава. Я почти пришёл, малыш. Боже, прошу тебя, нет, только нет. Да, да, сейчас соберётся. Дет. Крутить пора? Идот. Чуть-чуть вылетел, но с кем не бывает. Вообще кошмарь, ким, конечно, ещё теснец. Сейчас скажут, оу, нет, только не это. Оу, нет, боже, прошу тебя, нет, только не это. Их можно резать, рубить, варить, калашмарать, дезинтегрировать. Что с ними ни дело, они всегда как новенькие. Дневник Мишель лежал на столе. Макс, прошу тебя, Макс. Почему? Я... Я не хотела, прости меня. Что же она сделала-то такое? Что? Мы убили? Убийца, ты убил её? А настоящее в мире ничего такого не случается. Я не понял, я убил, что ли, её? Макс Пейн, бейсбольная бита. Я проснулся от кошмарного сна. Казалось, что мозги не помещаются в череп. Макс Пейн, классное имя у тебя. Убийца улыбнулся. Рад познакомиться, я Фрэнки Ниагра по кличке Бита. Ниагра? Что, плакал в детстве? У него в руке была бейсбольная бита, я был привязан к креслу. Лучше было его не злить. О-хо-хоу. Больно было. Ты любишь иногда посмеяться? Вот и я. Например, обожаю смотреть мультики. Мультяшная жестокость, это очень забавно. Давай передохнём. Мне нужно отлить и, может, остудить глотку в паре. Не волнуйся, я скоро вернусь, и мы закончим. А там решим все вопросы. Твоя музыка. Он вышел и запер дверь. Я услышал, как щелкнули засовы. Все делают ошибки. Мне не следовало шутить с этим болваном с битой. Он мог проломить мне череп, как орех, и не следовало доверять этой дамочке с пистолетом. Если бы пошёл за первой сволочью из списка, когда надо было целиться выше в голову семьи Панчинелла. Вид у меня, наверное, был нецветущий. Вместо лица сплошное пятно. Но когда кто-то решает поиграть в бейсбол, твою башку это очень раздражает. Они оттащили меня в подвал отеля Люпина. Я был избит весь в синяках и крови. Чувствовал себя, как кресло, которое разломал, когда хотел вырваться. Ммм, знакомое место, я же здесь был. У меня была только бейсбольная бита, липкая от моей собственной крови. И то есть нет аптечек, нет ничего, есть только бита. Где я, неизвестно. Куда идти? Без пистолета не стоит тягаться с парнями, Франки. Придётся играть в прятки. Так, и где они? Чёрт. Такого хрена? Такого хрена? Чёрт. Эй, вот он где. Такого хрена? Так. Какого хрена? Какого хрена? Чёрт. Эй. Чёрт, где удача сохранился? Да я знаю, знаю. Ты чё там? Да вы издеваетесь, сколько вас тут? Да они тут не кончаются, слушай. Ну-ка. Ну-ка. Хитрит. Нифига, понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А как они меня поймали? Понятно. То есть идти единственное, куда можешь за ними. Другие варианты у нас закрыты. Эй, эй. Вот это не обзор. Ммм, и куда мне? Ну-ка, слышь меня? Эх. Эх, забавный звук. Ушли, ушли. Эй. Эй. Хитрит. А как? Ты чё там? А как? Сейчас она отвернётся, и можно бежать. Да, вот сейчас. Так, и чё теперь мне делать? Эй, дэй. Эй, дэй. О, хрен. Типа всё? Нормально. Ну, собака какая, а? Ничего. Есть дробаш. Да. Этот бой ни о чём. А, бред, конечно, прикольный, но у него патрон мало. Ну всё, всех вальнули. Чё ещё надо? Перестав 75. Можем. Теперь я. Не думал, что придётся прям так их убивать. Ну, в смысле, толпу. Благо, у меня есть замедление. А у них нету. Ха-ха-ха-ха-ха Кто делает двойные лифты, вот скажите мне Поздоров! И где ты? Серьезно? Они везде Красиво Красиво Урона Собак Собак Фотолаб, бла-бла-бла-бла Прием! 50 вызывай Вызывайте кого хотите Вон дверь открыта, мне туда я так понимаю Положение быстро ухудшилось Не капец как быстро Люди в синим приходили и выходили Они все отметили мелом и огородили желтой лентой Леговое Что стояли позади были мертвы Фрэнк и его парни и я заняли свои места Велкам ту Нью-Йорк Так я ж здесь же был Да забудь об этом Хе-хе-хе Забудь об этом Сумасшедшая ведьма Ты бы слышал, как она вопила, когда парни не дали ей убить Дона Надо было пристрелить Хреново трио? Это даже хуже, чем то, что делает Фрэнк с тем дерьмом внизу Она будет умирать очень долго Бандит-охранник говорил по телефону о Моне Трио Панчино не могло означать ничего хорошего Печенька, которая есть, давай Печенька, которая есть, давай Печенька, которая есть, давай Маку, выйдет за чайство, что-то Завтра До двадцати четырех без осанта От десяти Это Пэйн Офигеть он выбежал Ты же по телефону говорил Силу Давай У меня не такие пулю получали Нормально А, я уже здесь перестрелку-то вел А А кто это? Это местные бандиты, да? Здесь я все обшаривал Или доказательство, что Панчино у меня не очень Остается факт, что все жертвы перестрелки в Рагнарок были опознаны Все они известные преступники и у многих кровя обнаружен Ви Надежные источники сообщают, что среди убитых был и Макс Пэйн Но его тело пока еще не обнаружено Надежные источники Значит, кто-то подумал, что я в руках мафии, чтобы полиция больше не вынюхивала Им доставляют тело неопознаваемое Дело закрыто У Дона Панчинала была власть, чтобы стать этим надежным источником Это и так ясно Но ясность была туманная Подставив меня, они не успокоятся Дон Панчинала нанес мне удар Он хотел, чтобы я умер Это было так важно для него, что он даже дал Фрэнке письменные инструкции Макс Пэйн должен умереть как собака За все, что он навлёт на нас Фрэнки, я знаю, что могу доверять тебе, чтобы сделал это так, как следует Секунду На Так, мы аптечки набрали, можно не рисковать, пошли Какого? Ха! 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 Интересная текстура Вообще, как свистеть в туалете Смотрите, интересно, если бы я оставил здесь аптечку, она бы была А, ох ты А че не остаётся? Да, новые пули жалко не остаётся Да господи, фильм на фильме Фрэнки сдержал слово и пил там пиво О боже, как тебя сюда занесло Устал ждать Да чего там, мы здесь можем неплохо пообщаться Не устраивает, всё будет тихо Минус Тайча А, блин, не хочу я терять жизнь Я ж сохранился Так, надо убить того, кто с бородкой, да? Минус два, смотри, а Вì Стой, я в тебя попаду Весь Вот, и остаётся последний наш друг А как так-то? Чё они такие пуль непробиваемые-то? Смотри-ка, чё творит! Где он был? А-а-а-а! Кто-то был такой-то, я не понял. Девушки отдыхают... Спасибо-спасибо, ты хороший зритель! Может, хватит? Вообще-то я не играю с девчонками. Так не честно! Как только я вышел из отеля, сразу заметил хвост большой чёрный Мерседес. Я видел эту машину раньше, в тот раз она была предвестником большого взрыва. Владимир вернулся. Бах! Пиннор твой, Макс Пэйн. Мне следовало смеяться, если бы я помнил как. Как это понимать, сыщики-разбойники? Слушай, если ты тоже от меня чего-то хочешь, остановись в очередь. Тише, парень, расслабься. Ты знаешь, что ты герой новостей, вооружённый опасен. У меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Как я мечтал сказать это. Уф-та, меня подставили. Это спорный образ. Всё, что ты сделал или не сделал, я уверен, что для этого были веские причины. Ха-ха, читай, как я. Я весь внимание. Панченелло, после того, как он связался с Ви, больше не может нормально вести дела. Но это ещё не всё. Есть ещё этот парень, Борис Дим, который подмутил несколько дел. Он капитан грузового корабля Шерон. Теперь эта сволочь перешла на сторону врага, на сторону Панченелло. Весь трюм корабля завален первоклассным оружием, а это уже моё дело. Если товар попадёт в руки Панченелло, он станет победителем, а я проигравшим. А ты лишишься своей работы. Если ты хочешь добраться до Панченелло, тебе будут нужны очень высокие средства убеждения. А я тот, кто сможет добыть их для тебя. Верни корабль под мой флаг. Ты можешь даже вогнать несколько поль в тупую башку этого козла, раз ты уж там будешь. У тебя хватит оружия, чтобы начать апокалипсис. Так ты играешь? Наш зритель ждёт нас. Владимир был одним из тех старых бандитов, у которых была принципа и совесть. Это делало ему честь. Всё же святых среди нас нет. Речной порт Бруклина представлял собой лабиринт ржавых контейнеров, скелетов, кранов, силуэты которых едва угадывали за стеной снега. В такую ночь просто не можешь удержаться, чтобы не думать об армии мертвецов, что спят вместе с рыбами. Кое кто... В этом лабиринте Минотавра не было, но он был где-то там, на глубокой палубе его баржа. Шкипер ждал, как воронщик на реке Стикс. Ужасно! Я не знаю, какой чувак это озвучивал. Да, мне советовали поиграть в английскую версию. Гидрит! Гидрит твою за ногу! Умри! Фигель тут оказался так рядом. Чёрт! Ну это была жесть. Ай, озвучка да. Все закрыты. Скажи, только вот это открыто. Потому что на нем нет таблички. Он забитый в крючок резко. Ого! Все равно Драбаш. Самое нормальное оружие. Если оно есть, я стараюсь всегда использовать его. Оба забиты в пыль. Глаза впали. Нифига не видят. Охрен! Драбаш! Ууу! Как он гранатку-то кидает? Эй, да можно же запрыгнуть, сто пудов. Ну, я же говорил. Должна быть аптеча и как. Вот она. Патроны к ингрему и болеутоляющие. Отлично. О-хо-хо, нормально жахнул. И на этом давайте закончим. Попробуем туда войти в следующей серии. Всем пока. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока.